Смотрите, ребята, улитка рожает у вас прямо на глазах. Я так рада, что я его нашла. Убьется сердечко, вот оно, смотрите. Смотрите, первая реакция мамы на детишек. Я прям даже не ожидала, что это будет так здорово. О боже, она съела. Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина, рыбка Немо и мои гигантские улитки Архатинки и, конечно, их детки. Как вы знаете, вчера я потеряла одного улитенка, когда хотела вам показать, насколько они выросли. Просто не смогла нигде найти в инкубаторе. И я его нашла, сейчас все покажу. Подписывайте на мой канал, а мы начинаем. Смотрите, ребята, улитка рожает у вас прямо на глазах. Но это, скорее всего, пробная кладка. Вот, смотрите, вот такие у него полупрозрачные яички. И их всего было несколько штучек. Я их на подкормку малышам отправила. А это, кстати, мама улитят, Лаки. Она очень любит ползать рядом с инкубатором, он здесь стоял. А нашла я улитенка прямо под инкубатором. Вот он сидит, смотрите. Это наш пропавший вчера улитенок. Это самый младший из трех улитят. Он гораздо меньше по размеру. Он выбрался из своего маленького инкубатора, из вот этих вот яслей, как я их называю, в взрослый террариум. Я так рада, что я его нашла, потому что я уже не знала, что и думать. И мне вчера писали, что другие малыши его съели. И что только могло не произойти. Я очень рада, что с ним все хорошо, ребята. Просто он оказался очень шустрым. И этого малыша я назову Малыш, потому что он самый младший. Он такой маленький. Так что его теперь всегда будут звать Малыш. Сейчас я возьму их всех на руки и мы сравним их размеры. Смотрите, ребята, вы можете сейчас наблюдать, как бьется сердечко. Вот оно, смотрите. Это улитенок старше, один из двух старших. Вот, смотрите, как бьется его сердечко. У второго тоже все сердечки находятся с левой стороны. А вот, смотрите, наш маленький, самый младший литенок, которого я потеряла. Смотрите, насколько он меньше по размеру его братьев. Они, правда, еще не вышли, не показались нам полностью. Но сейчас мы сможем их сравнить. Посмотрите, какой он маленький, блин. Он совсем крошечный. Смотрите, маленький улитенок сейчас находится прямо рядом со своими старшими братишками. И вы можете отлично сейчас сравнить размер маленького улитенка и старших. Напоминаю, маленький улитенок просто младше старших, ну, примерно, наверное, дня на три, на четыре. Может быть, даже и на побольше. Он вылупился позже. Вот, вы можете сейчас увидеть вот всех троих их вместе. Смотрите, это наши детеныши. Это детишки моей улитки Лаки. Смотрите, какие они смешные и веселые играют. Смотрите, как младший залез на старшего. И что-то я не знаю, что он делает. Смотрите. Смотрите. Они знакомятся. Посмотрите, какой он маленький по сравнению с другими улитками. Прикольный такой. А теперь давайте я покажу их маму для сравнения. Ооо, как вам такое? Эти маленькие улитята вырастут потом вот в таких больших, огромных, гигантских улиток, охотинок. Вот в таких. Это их мамочка. Внимание. А это ее детишки. Вот. Да. Лаки, твои детишки. Иди, посмотри на них. Смотрите, первая реакция мамы на детишек. Смотрите, она с ними сейчас знакомится первый раз. Она не видела их вылупления, потому что яички были в инкубаторе. И вот такие вырастут они большие, гиганты будут. А пока они очень маленькие. Итак, они играют в паровозик тем временем. Давайте понаблюдаем, что будет. Вообще, улитки, они очень мирные по отношению к маленьким улитятам. То есть, они не обижают их. И их можно уже переселять, в принципе, в большой инкубатор. Но я хочу дождаться хотя бы, ну, месячного возраста. Пока им исполнится, ну, хотя бы месяц. Надеюсь, мама их не съест. О, боже, она съела. Нет, не съела. Как это мило. Прикольно, очень прикольно. Я прям даже не ожидала, что это будет так здорово. Я думаю, пока для первой реакции хватит. Потом, когда я их переселю в террариум, когда они чуточку подрастут, тогда они будут общаться постоянно. Посмотрите, какая она большая улитка. И какие это маленькие малыши. Даже, если честно, не верится, что они вырастут такими большими через несколько лет. Но это реально так. Они будут именно такими большими. Кстати, на моем лайв-канале я сегодня делала своими руками бальзам для губ. Ссылка на мой лайв-канал в описании под этим видео. Обязательно посмотрите и попробуйте сделать такое же. Ну что, ребята, мы увидели первую реакцию мамы улитки на своих детей. Будем следить за их ростом, развитием. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в новых роликах.